доброго времени суток youtube уважаемая психологическая комьюнити и свое видео я сначала хотел озаглавить о психологической диагностике очень долго думал как его назвать не придумал никакой картинки на экран кроме как вот открыть документ word написать о психологической диагностике потом понял что видео будет носить в большей степени социальный характер нежели психологический и соответственно надо как-то называть его по-другому задумавшись о содержании и вдруг неожиданно вспомнил что буквально вот несколько может быть минут назад может быть час может быть несколько больше я вдруг встретил интересный пост на фейсбук давайте я его открою здесь изображена картинка характеризующая состояние образования в российской федерации на протяжении нескольких лет с 1970 по две тысячи девятьсот восемнадцатый год пока я буду говорить вы можете от наблюдать прочитать эту картинку прочитать этот текст но смысл очень прост несколько видео назад какое-то время назад я рассказывал оба очень интересно любопытном факте в моей личной жизни а именно когда меня отправляли летом к бабушке в деревню значит там деревенские ребятишки велосипеды ловля рыбы ежедневная значит и через несколько домов там через два-три дома где-то от нас жил сосед он был не очень далеким человеком вся деревня звала его шурик он был умственно отсталый ну скорее всего он с детства был таковым потом через какое-то время видимо это все усугубилось чрезмерным употреблением алкоголя он был очень очень добрым он был значит очень добрым человеком таким вот да он общался разговаривал ходил и он был очень очень сильным то есть он там мог там трубу загнуть подкову разогнуть небольшой невысокий коренастый полноватый человек с умственной отсталостью врожденный приобретенный усугубившийся какими-то еще органическими моментами и неожиданно произошло следующее буквально несколько дней назад я подходя к своему дому около в котором живу значит ну всем понятно известно люди общаются стоят рядом машины в общем-то хорошие соседи дом большой девятиэтажный значит вокруг машин много ну вот рядышком у нас там стоят машины когда рядышком когда не рядышком моя машина стоит их машина стоит это значит супружеская пара летом наверное уже ближе к 60 очень добрые милые люди мы с ними всегда здороваемся у них я знаю их историю что у них вот есть как бы сын купил машину вернее так вся семья работала и купила машину лучшую на взгляд машину можно сказать но наверное это их максимальное достижение вряд ли они уже купят такую скопиловую сумму денег это kia sportage ну то есть порядок цены я не знаю но предполагаю что это парит порядка полутора миллионов может быть больше может миллион шестьсот может быть миллион там 700 не знаю сколько стоит kia sportage но высокая красивая по нашим дорогам замечательная машина мужчина ближе 60 очень спокойный добрый лучший такой дядька все мы с ним когда колеса меняем когда значит что-то там обсуждаем кто как ездит какой расход ну женщина улыбающаяся очень добрая милая даже не знаю признаться как зовут вот знаю что они живут соседнем подъезде не в моем подъезде в соседнем подъезде и мы с ними общаемся милые очень хорошие люди ну и вот собственно в однажды в одно прекрасное утро подхожу к своей машине рядом стоит машина вот этих соседей и смотрю она вся исчеркана то есть гвоздем чем-то еще эта машина была значит попив по всему периметру да то есть по всему кругу исчеркана то есть проведено гвоздем написаны какие-то слова такие нехорошие матерные в общем и какие-то хулиганы подростки значит вот исчеркали эту машину новую красивую не откупили и буквально весной наверное этого года очень за ней ухаживали в отличие от от меня то есть если у меня там грязно в салоне коврики грязные то так вот проходя мимо и виде как у них все убрано то есть они следят это вот это для них если для меня машины это железо которое гнется и ничего нам особенно нет я люблю свою машину понятно там ухаживание покупал хорошие колеса все но все таки для меня машин это железо просто железяка я люблю не люблю особо машины но тем не менее значит а у них это все то есть это не купили всей семьей за ней ухаживают там коврики чехлы пылесборники там все что угодно то есть это не они живут этим они откупили крутую машину на то есть понятно что это относительно все но тем не менее для них это все это свет ваконцы это их накопление это их капитал они не знают фразы о том что выезжая из салона она сразу теряет там 10 процентов стоимости они на нее молятся и их можно понять то есть когда-то они ездили там на старом 412 я тоже свое время мечтала 412 москвичи но вот они когда-то тоже ездили на 412 москвичи идут вот под закат своей жизни то есть шестидесяти пенсионные у нас данных 65 м мы рабочие люди соответственно эти люди они копили на эту машину не собирали то есть они прямо откладывали деньги мечтали как они поедут и купят то есть для молодых людей это происходит для меня в частности более легко более спокойно я к этому ко всему отношусь но тем не менее вот для них это нечто иное для них это все и вот эту машину исцарапали опоганили то есть какие-то хулиганы может быть там не знаю подростки или взрослые люди не знаю кто они и вот по всему периметру прошлись гвоздем вокруг и еще там слова на царапали плохие ну то есть вот просто видимо пьяные подростки кто-то еще и так далее так не в этом суть самое интересное заключается в том что когда я рассказывал о шурике был такой эпизод в моей жизни он смеялся над цветочками которые находились на крышке гроба когда хоронили моего деда то есть он зашел в ворота деревенский дом шурик увидел цветочки поднял руку палец выкинул и стал смеяться так ему понравились эти цветочки на гробе он умственно отсталый человек и тут вот я наблюдал сцену то есть вот эту машину исцарапали и как раз когда я проходил мимо простите что это перескакиваю видео не запланированное значит они вызвали понятно полицию гбдд значит приехали полицейские значит три человека это росгвардия и я подхожу к сути рассказа три человека росгвардии полицейские бддшник полицейский по моему полицейские и три росгвардийца молодые парни лет наверное может быть 25 26 27 вот так вот и они встали около этой машины вытянули пальцы и стали хохотать смеяться им понравилось как написано вот эти хульные слова на этой машине выцарапаны гвоздем видео не психологическое но социальное то есть вышла на работу первое вышла на работу поколения которые пишут безграмотно это первое морально-нравственные этические нормы но современные молодежи разгвардейцев которые дубасят дубинками людей на демонстрациях в санкт-петербурге в москве избивают женщин беременных детей смеются над стариками возрастными по меньшей мере людьми что ему так вот испоганили машину нравственность мораль нормы нравственности они где-то вот они не здесь они не в нашем городе они они не в нашем обществе этот шурик умственно отсталый деревенский дурачок и вот эти молодые парни то есть если это шурик это 80-е годы для меня то вот эти полицейские 2019 год росгвардия смеющиеся здоровенные лбы четверо и было или трое 33 значит росгвардейцы один полицейский четверо значит стоящие перед этой машиной синенькой такой kios porsche такая дутенькая машинка большая под городской кроссовер они стоят вытянув руки вперед я прохожу мимо нету женщина все рассказывает показывает а я утром увидел что нацарапанный как раз проходил дальнейшем мимо когда как бы возвращался ходил в магазин значит и увидел как приехали эти полицейские остановился они отказались брать отпечатки пальцев что машина грязная что бесполезно все равно мы не поймем не увидим и вроде как гвоздь не оставляет отпечатков пальцев но то что они стояли и хохотали эти молодые здоровые росгвардейцы над бедой этих стариков 60-летних мужчины и женщины для которых машина все и кстати муж перестал разговаривать на следующие несколько дней там я с ними встречался муж потерял речь ну то есть видимо это что-то было связано с сосудами до инсульт то есть он ходил двигался он потерял речь после этого случая значит так прореагировал на него но вот эта сцена когда стоят вытянув руки вперед и пальцами не культурно показывают росгвардейцы показывают на эту машину исчерканную гвоздем и сцена того саныча умственно отсталого деревенского дурачка который стоит и показывает пальцем на цветочки на гробе умершего человека ему это простительно и понятно но он умственно отсталый в плане покажу эту еще раз заставочку диагностики он умственно отсталый саныч шурик и молодые 25-летние парни 2019 году смеющиеся над бедой людей объясняющими им что гвоздь не оставляет плачущим этим людям что гвоздь не оставляет отпечатков пальцев и хохоча хохоты стоят и хохочут над этим над словами которые нацарапали на этой дверце этой синей машины красивый большой купленный на накопление длительное накопление для этих стариков это выходит за всякие рамки уместно это не уместно вот эта картинка но ничего лучшего я не мог вам предложить надеюсь вы ее прочитали за время моего вот этого сумбурного рассказа перескакивающего с одного на другое надеюсь вы поняли смысл того что я вам хочу донести вот такое психологическое в плане психологической диагностики кто эти парни да то есть росгвардейцы да 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 они умственно отсталые это новое поколение благодаря этому образованию в том числе это умственно отсталые ребята социально дезадаптированы к сожалению большинство из них таких наверняка там есть хорошие здоровые крепкие ребята умные но тем не менее вот эти четверо трое росгвардейцев один полицейский это было нечто смотреть на это все перед глазами стоял шурик дурачок и вот такие молодые ребята вот такое видео прошу меня простить за то что оно получилось несколько сумбурным сбивчивым благодарю за внимание и удачи вам